Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос про то, что бывшемусь угрожает человеку, женщине, в данном случае, как можно догадаться из текста вопроса, который задаёт пользователь по имени Катя. Интересно, почему Катя, а не Екатерина. Я всегда обращаю внимание на эти вещи, когда человек, будучи взрослым, как-то упрощает своё имя. То есть нужно понимать, что в вопросах имени часто проявляются истории того, как человек к себе относится. Например, если мы видим полное имя, отчество и фамилию в каком-то представлении человека, это говорит о чрезмерном внимании к своему имени. И, соответственно, как результат, попытка как-то представить себя более значимым, чем человек себя чувствует. Я думаю, что это не является каким-то открытием. Когда человек, наоборот, напротив, чрезмерно упрощается своими, как в данном случае, я думаю, что это связано с тем, что человек недостаточно ощущает себя взрослым, недостаточно ощущает себя самостоятельным, недостаточно чувствует свою автономность. И это, на самом деле, может являться системной проблемой, причиной всех трудностей, которые, в частности, описывает Катя. Вот, сам секс, в котором говорит, что бывший муж, она знает того, что да, отказала ему в сексе, угрожает, значит, лишить права на ребенка. Вот. Ну и, соответственно, грозится, что он найдет подтверждение того, что Екатерина ведет не самый приличный образ жизни и так далее. Екатерина спрашивает, правда ли все такое, лишает права. Она говорит, что, ну да, у меня бывает секс, но у меня двучка, дверь закрывается. Но если правда кому-то заплатил, и они наговорят, что начнут у меня по очереди. Смотрите, здесь важно разграничить юридическую сторону вопроса и психологическую. Пока вопрос Екатерины больше и больше можно отнести к юридической стороне вопроса. И здесь затрагивается история как оснований для лечения родительских прав, так и, скажем так, вопрос, ну, например, клеветы, да, или вопрос, скажем, распространяющих, вопрос распространения поручиших честь и достоинства личности с этим. Вот. Поэтому вам по вопросу лишения родительских прав, по вопросу того, как реагировать на клевету и на то, о чем я сказал, лучше обратиться к юристам в соседний раздел. Это будет более правильно, это будет более эффективно, и вам там окажут более квалифицированную помощь, чем здесь. Все-таки здесь вы обращаетесь к психологам, и мы решаем психологическую проблему. И в психологическом смысле у вас есть А – неуверенность в себе, Б – как мне кажется, как мне кажется, стыд, да, и В – это страх. Вот. Я бы еще добавил отдельным пунктом какую-то вот незавершенность отношений с мужем, да, и самооценку. Не помню, не помню, говорил я про самооценку или нет, вот, почему? Потому что бывший муж, с какой-то стати, решил, что вы не должны ему отказывать сексу. Это первое. Второе – у вас с мужем почему-то есть опыт секса. То есть как бы вы с человеком развелись, что означает, что вы, мягко говоря, не можете как бы построить отношения, но почему-то интимные отношения вы с ним поддерживаете. Это, мне кажется, прямое нарушение собственных личных границ первое и не несение личной ответственности за свои решения именно за развод, например, второго. И мне кажется, что это очень важные вещи, на которые вам имеет смысл, имеет смысл обратить свое внимание. Ну, понятно, что я не претендую на истину, понятно, что каких-то нюансов я могу не знать в данном случае, но вот как правило, как правило, как правило, повторюсь, проблематика здесь бывает именно такой. Соответственно, вот основные направления вам для работы с психологом, если вы хотите именно этим заниматься. Вот. Я просто не знаю, от чего вы хотите в данном случае, не знаю, какой у вас запрос именно к психологам, потому что сам вопрос у вас больше про… как я уже сказал, юридическую составляющую, и это не то, что входит в компетенцию психологов. Надеюсь, вы это понимаете. А вопрос взаимоотношения с вашим мужем, вопрос отношения к себе, вопрос уверенности, вопрос страхов и вопрос принятия своих желаний – это уже действительно психологическая сфера, но как-то вот внимание этому, на мой взгляд, вы уделяетесь, ну, мало, все безвечая, мало и… как бы не совсем, в данном случае понятно, да, а вы вообще, ну, вот, чем хотите заниматься, да? То есть вы сами, э-э-э-э, в чем видите, э-э-э-э… как бы, проблему свои. Вот. Вот, потому что, ну, э-э-э-э… если вы видите, э-э-э-э-э-э, проблему там, э-э-э-э, вот как раз в э-э-э-э-э-э-э-э… в том, что вас могут э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э… например, если вы видите в этом проблему, то это, ну, не сказать, что основная проблема, так, вот, то есть я бы сказал, что это не основная проблема, а второстепенная и связана она, в основном, именно с тем, что вы в себе не уверены. Вот, на этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, обратная связь нужна, в первую очередь, вам для формирования начальных направлений для психотерапии, из которых уже будет выстраиваться дальнейшая работа. Желаю вам всего самого доброго и удачи!